Киримбик Жамбусынов В 1941 года в его родной Лу Шайновского района Чемкентской области пришло известие о том, что началась война, он сам пришел в военкомат и было ему тогда чуть-чуть больше 20 лет. Военный комиссар колхоза имени Карла Маркса направил новобранца на фронт. Первое место прибытия станции Сентяновка. Киримбик Жамбусынов попал в распоряжение руководства 1-го взвода 410-го полка 102-й дивизии. Это был тот самый безоружный солдат, что добывал себе винтовку в бою, вырвав ее из рук назевавшегося врага или подняв ее возле сраженного в бою однополчанином. Это был тот самый солдат чернорабочей войны, что безропотно шел в атаку, в которой на ходу, под свист пролетавших пуль, выбирался военного опыта у немолодых поясов и офицеров. Украина, Белоруссия, Литва, Эстония, Латвия. Эти страны Киримбик Жамбусынов освобождал от коричневой фашистской чумы. Известие о завершении войны о долгожданной победе застала Киримбека в Латвии. Он был участником одной из больших, кровопролитных и продолжительных операций под названием «Курлянский котел», который сложился осенью 1944 года. Согласно справочной информации о Курлянском котле, отдельные боевые действия там прекратились только после 23 мая 1945 года, много позже официальной капитуляции Германии. Демобилизовался и вернулся на родину Киримбек Жамбусынов лишь в 1947 году. Его с радостью встретили. 27-летний фронтовик стал трудиться строителем в совхозе «Шалдар» в Чаянском районе Чепкенской области. Строил и жилье для жителей совхоза, и школу, и детсад, и хоз постройке. В прошлом году ушла из жизни его супруга, а в середине января этого года не стало и дорогого фронтовика Киримбека Жамбусынова. Ушел в другой мир на 1999 году. Он постарался наполнить эти годы добрыми делами, любовью и заботой, то есть простым человеческим счастьем. Вечная слава им, солдатам Победы, защитившим в те годы мир от фашизма. Вечная слава им, солдатам Победы, защитившим в те годы мир от фашизма.